Здравствуйте! Вторник, 16 января. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на Белсате в студии Алла Перумова. Воронеж подвергся очередной атаке беспилотников. По данным очевидцев, в городе минувшей ночью прогремело не менее 15 взрывов. Мэр Воронежа ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Местные жители публиковали видео, снятое прямо из окон своих квартир. Вот там, короче, сейчас озарялось. Опять второй раз. Я не знаю, сейчас получусь. Получится. Не слышите, я взорваю. Я уже слышу с Дмитровым. А у меня это меня. Это ***. Российское министерство обороны отчиталось об уничтожении пяти дронов и еще трех перехваченных беспилотников в небе над Воронежской областью. В одном из домов после атаки начался пожар. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о выбитых окнах в нескольких домах, поврежденных балконов и пострадавшей 11-летней девочке. Ее ранило обломком сбитого беспилотника. Медицинскую помощь ей оказали на месте. Госпитализация не потребовалась. Украинская сторона атаку не комментировала. Четыре человека погибли в результате ночной атаки Ирана по целям в Ираке и Сирии. Под ударом оказались также американские базы на севере Ирака. Об этом заявили в корпусе стражей исламской революции. Официальные лица США при этом заявили, что ни один американский объект не пострадал. Жертв среди граждан США также нет. В иранских телеграм-каналах показали первые кадры с места попадания ракет в иракском Курдистане. Среди целей Ирана якобы был израильский шпионский центр, а также объекты в Сирии, связанные с террористической группировкой «Исламское государство». Национальные СМИ сообщают, что в результате обстрела Иран устранил курдского миллиардера Шарава Дезаи. С ним погибли четверо членов его семьи. Телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции пишет, что бизнесмен был связан с внешней разведкой Израиля Моссад. Он также владел компаниями Empire и Falcon Group и тесно общался с руководством иракского Курдистана. Стрельба ночью звучала и на границе Израиля и Египта. Столкновения произошли между израильскими военными и неизвестными вооруженными людьми. Детали в армии обороны Израиля не привели, заявив лишь о 20 подозрительных лицах, в том числе о нескольких вооруженных на египетской территории, по которым и был открыт огонь. Арабские СМИ заявляют о пресечении попытки контрабанды наркотиков через границу. В Конституционном суде Латвии сегодня проходит четвертый и последний день слушаний по делу об аннулировании постоянных видов нажительства для более чем 25 тысяч граждан России. Иски были поданы теми, кто согласно правкам к закону об эмиграции, принятых после начала войны с Украиной, автоматически терял право продолжать легально жить в этой стране. Теперь, чтобы получить право на нахождение в Латвии, им надо подать новый пакет документов, в том числе сертификат о владении госязыком на уровне А2. При этом новые требования распространили только на граждан России, которые получили постоянный вид нажительства после 2003 года. Оглашение приговора ожидается в середине февраля. В европейских столицах продолжаются протесты фермеров. Аграрии выходят на улицы городов на фоне планов Еврокомиссии продлить беспошлиный режим торговли с Киевом до лета 2025 года. Решение могут принять уже сегодня. В понедельник тысячи немецких фермеров собрались в центре Берлина и выстроили колонну из более чем 5 тысяч тракторов и грузовых автомобилей. Румынские фермеры и дальнобойщики также перекрыли дороги в знак протеста. Также заявление против продления особого режима можно услышать от политиков Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Как пишет Financial Times, как минимум одна страна – Польша – выступит против продления режима льготной торговли Евросоюза с Украиной. Главным противником продления торговли и беспошлин издание называет премьер-министра страны Дональда Туска. Великобритания направит 20 тысяч военных для участия в учениях НАТО. Они пройдут в первой половине этого года. Крупнейшие учения со времен Холодной войны развернутся на территории Германии, Польши и трех стран Балтии. Военные будут находиться и у границ Калининградской области. 16 тысяч британских военнослужащих, а также авианосная ударная группа, штурмовики F-35B и самолеты-разведчики будут размещаться в Восточной Европе с февраля по июнь. Как отметил министр обороны страны Гранд Шапс, в ходе учений британские военные объединят усилия с коллегами из Швеции и 30 стран НАТО, цитата, «для гарантии против путинской угрозы», конец цитаты. Ранее появилась информация о том, что вооруженные силы Германии готовятся к военному конфликту между Россией и странами НАТО уже в 2024 году. В России за попытку поджога военной техники в воинской части арестовали 19-летних близнецов. На допросах они рассказали, что общались с российским партизанским сопротивлением, а также с русским добровольческим корпусом и так называемым «Легионом свободы России». Последние и дали им задание поджечь военную технику. Один из арестованных признался, что партизаны поручили ему следить за участвовавшими в войне силовиками. Сайту вот так удалось поговорить с некоторыми собеседниками, обвиняемых администраторами каналов «Экстремист» и «Фат Кнур». О чем они действительно говорили с задержанными, а что добавили от себя следователю, читайте подробно в материале наших коллег на сайте whatdefistag.tv. Дональд Трамп победил на предварительных выборах кандидатов президента от республиканцев в штате Айова. Это один из стратегически важных республиканских штатов. Победа Трампа там подчеркивает его популярность среди базовых республиканцев, отмечают политологи. Бывший президент США, представитель республиканской партии и бизнесмен Дональд Трамп призвал американцев объединиться после его победы в Айове для выдвижения кандидатуры республиканцев на пост президента в 2024 году. Многие ожидали, что Трамп выиграет гонку, поскольку его рейтинг был намного выше, чем у остальных кандидатов. В своей победной речи Трамп поблагодарил своих сторонников, а также пообещал закрыть границу. А другой кандидат в президенты США от республиканцев, Вивек Рамасвами, покидает предвыборную гонку. Вместо этого он пообещал полностью поддержать Дональда Трампа. С голосования в Айове начинается многомесячный процесс партийных выборов в Америке, который завершится в июле и августе конференциями республиканской и демократической партии. Предполагаемая старшая дочь российского президента Владимира Путина Мария Воронцова зарабатывает миллионы на лечении наемников и элитных эскортниц. О связи Воронцовой с петербургской клиникой САГАС утверждается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Недавно эта компания, принадлежавшая другу Путина, миллиардеру Юрию Ковальчуку, была передана под контроль фирме, совладелец которой является Воронцова. Работа клиники приносит миллионы долларов ежегодно, утверждают расследователи. В медцентре САГАС лечатся люди из ближайшего окружения президента, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Согласно документам, там проходят обследования на венерические заболевания и СПИД, девушки, оказывающие эскорт-услуги, и лечат бойцов ЧВК-Вагнер. Из расследования также стало известно, что сын Марии Воронцовой, предполагаемый 11-летний внук Путина Роман Фасен, гражданин Нидерландов. Кремль официально называет эту страну недружественной. В Кыргызстане второй день проходят обыски у журналистов расследовательских изданий «Темиров Лайф» и «Айт Айт Десе». Некоторых сотрудников доставили в МВД. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода. По данным МВД страны, в декабре прошлого года сотрудники милиции на страницах «Айт Айт Десе» и «Темиров Лайф» обнаружили информацию, которая якобы призывает к акциям протеста и массовым беспорядкам. Правозащитники отмечают многочисленные случаи давления властей на СМИ Кыргызстана. В частности, выдворение из страны Болот Атемирова. Блокировку сайта кыргызской службы Радио Свобода и регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы, отмечает издание Клоп. Леонель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии FIFA. В Лондон на вручение он, правда, не приехал и не прислал видеообращения. Чтобы спасти ситуацию, трофей вручили ведущему Тири Анри. Француз даже пошутил, что наконец-то этот приз оказался в его руках. За предыдущий год это не единственная награда Месси. В 2023 году он выиграл чемпионат Франции в составе клуба Paris Saint-Germain. Стал обладателем Кубка Ликс Интер Майами. Ранее, в 2023 году, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем золотого мяча. Премия The Best от FIFA была учреждена в 2016 году. Месси в третий раз выиграл этот приз. Ранее он побеждал в 2019 и 2022 годах. Это были все новости к этому часу. Уже через час в прямом эфире мы покажем выступление президента Украины Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске вот так. Я на этом прощаюсь с вами. Увидимся завтра в то же время. Субтитры создавал DimaTorzok